всем привет у нас большая уборка есть сейчас мы уже с вами съездили на занятия съездили на массаж и что-то как-то мы приехали меня бомбануло я давай сначала я просто хотела пропылесосить под диваном вот убрать эту переднюю часть опять посмотреть там если там игрушки и начала все остальное двигать прислала фотку олегу сегодня у нас понедельник папа у нас дома нет я прислала ему фотографию он говорит я не понял почему как я уезжаю с дом это начинаешь все крушить я не крошу я же убираюсь в общем за диваном под диваном я все подмелась сейчас осталось там помыть полы сам это я тоже все отодвинула тоже там хотела по углам все помыть и самую последнюю очередь стирку надо будет разобрать чистое белье по отделам все распределить и полос раз в несколько недель наверное раз в три недели счет чаще нужно но у меня так получается что раз в три недели я его обрабатываю и по углам кстати тоже нужно обрабатывать и хоть и пылесос у меня здесь ежедневно робот пылесос ходит которые моет полы и еще я электрической шваброй регулярно прохожусь но тоже что-то хотела просто один какой-то уголок помыть но тут начинаешь все подряд уже проходится уже по всем полам и средства которым я обрабатываю полосы но конечно такое термоядерное поэтому я стараюсь это делать когда никого нет дома потому что нужно открыть окна чтобы все это проветрилось это все очень быстро выветривается и в принципе запаха никакого не остается но вот такая была рекомендация ветврача просто когда я спросила мы коржика возили мы с определенной периодичностью возим куда-то прививки там сделать то просто посмотреть вот и она сказала что вот ну я у нее спросила то есть у нас дома дети может быть нам как-то вот обрабатывать поверхности она вот порекомендовала это средство и раньше если честно я об этом никогда не задумывалась что все это нужно обрабатывать вот когда я только начала заниматься чисткой ваниного организма то есть вот тогда ну вот всякие такие мысли в голову лезут максимум что я делала раньше это пылесосила диван пылесосила матрасы и пусть кот у нас на улицу не выходит он не общается с другими животными но вот такой вот бзик у меня и почему я завела вообще эту тему я ее не затрагивала чтобы не казаться занудой чтобы не посчитали что я помешана вообще на этой теме я и так есть темы на которых я помешана и о которых я готова говорить вечно в общем я недавно наткнулась на такой комментарий что вот кот в доме то есть доме есть животное и вот как же так вот ребенок вы проходите противопаразитарный протокол проходили в доме есть кот это тоже член семьи ну и поэтому нужны значит какие-то дополнительные меры да и даже бы если бы у нас в доме не было кота ребенок может прийти куда угодно там где есть животные в доме то есть в гости вы сходили к бабушке с дедушкой поехали это неизбежно что будет какой-то контакт и если ребенок даже сам животное не трогает то по-любому где-то остаются вот где-то остается шерсть вы можете даже на ногах принести что-то домой поэтому когда я свет врачом разговаривала и у нее такой правильный подход к этому то что все равно обработку в доме где живет кошка или собака обработку нужно делать даже если вы полностью уверены что ничего у вашего кота или у вашей собачки нет вы же регулярно посещаете вид клинику вы делаете все прививки и также выводите всех паразитов у вашего любимца все равно нужно подстраховаться у нас сегодня по плану записаться с никитой в кружок мы как-то на днях с ним разговорились и он сказал что хочет посещать какой-нибудь кружок или курсы по программированию где такие же ребята как он увлечены этой темой несколько из его друзей уже посещают такой кружок и записаться на него очень легко через портал госуслуги сервис запись кружки и секции доступен благодаря национальному проекту цифровая экономика по которому и развивается портал госуслуги при помощи этого сервиса мы с вами можем ознакомиться с расписаниями и планами занятий если кружок платный то оплатить его можно в том числе с помощью сертификата дополнительного образования сертификат формируется на госуслугах автоматически если ребенку от 5 до 17 лет включительно с ним ребенок может посещать профессиональные социально значимые другие программы в том числе и в частных организациях благодаря этой услуге можно узнать какие преподаватели и тренеры ведут занятия посмотреть на карте где находится образовательное учреждение и подобрать группу опираясь на возраст вашего ребенка запись кружки и секции доступна почти во всех регионах страны для жителей же москвы можно получить услугу через региональный портал так что дорогие родители по ссылочке в описании под этим роликом вы можете ознакомиться и выбрать кружок или подходящую под интересы вашего ребенка секцию либо же запланировать посещение на следующий год вот такое средство здесь ампулы одна ампула на полтора литра воды но это вот нам как посоветовала ветврач целях профилактики здесь и от тараканов от комаров от мух в общем это средство и от блох используется но мало ли что можем на ногах принести поэтому вот раз в месяц я обрабатываю полосы в доме ну и по углам тоже могу побрызгать я знаю что еще обрабатывает животных но мы кожи к не обрабатывали таким средством у него просто шампунь такой но специальный для кошек и как я уже говорила то есть побрызгала и надо будет проветрить помещение в это время ни детей ни животных в доме быть не должно ну как и куда я коржик одену я его ванной закрываю и вот пока провожу уборку потом все это проветривается я могу чтобы ванной тоже побрызгать по углам и вот на коврике то я его закрываю в детской потом также еще в электрическую швабру я добавляю немножко белизны вот в эту емкость для чистой воды прямо один колпачок вполне достаточно почему не добавляю сюда средство для мытья полов она очень сильно пенится и это пена вон там вот оседает вот в этой емкости для грязной воды и постоянно пищит эта швабра пищит показывает то что переполнена емкость с грязной водой поэтому я один раз попробовала мне не понравилось вот один колпачок самой обычной белизны отлично подходит ну во первых и когда я мою эту тряпку ну не тряпку вот этот валик он тоже дезинфицируется этой водой ну и так полы везде помыть по углам сильно большого запаха от одного колпачка нет но зато дезинфицирует хотя бы вот такая вот самая обычная белизна я ее покупаю постоянно беру светофоре вообще она там стоит копейки для чего она мне вообще нужно если сейчас очень много таких средств для мытья полов для стирки для отбеливания вещей мне это белизна нужно ну во первых для того чтобы сюда добавлять и я еще ее добавляю в ведро там замачиваю свою тряпку ну вот это вот швабра с насадкой и на ночь оставляю либо я еще эту насадку сейчас я вам ее покажу вот такую насадку я ее просто откручиваю и вместе с ковриком с ванной комнаты там уж какие-нибудь тапки еще надо постирать в стиральной машинке все это стираю на быструю стирку ставлю все либо с кроссовками еще могу закинуть ваня ты чё думал ты хотел как с горочки спуститься полы мы везде помыли мебель все отодвигали но вернее отодвигал ваня как мог помогал ему носочки поменяла а то он по мокрому полу все бегал и пропылесосила уже диван сейчас нужно замыть пятнышки которые появились за эту неделю и также я пропылесосила ванькин матрас застелила новое постельное белье тоже тряпочка там все протерла и спортивный комплекс тоже протерла тряпкой хотела я еще так перекинуться на окно потом думаю нет я это оставлю окно шторы тюль это прям нужно целый день этому посвятить поэтому я в эти дебри не стала лезть был еще вопрос чем я оттираю пятна на диване либо щеткой просто маленькой одежной либо меламиновой губкой раньше я использовала всякие средства но нет если конечно совсем жуткое пятно то конечно можно каким средствами ну типа вот пятна выводителя такое использовать а так я обычная вот меламиновую губку беру 1 вот такая губка но на весь диван у меня уходит если пятна свежие то прекрасно все отходит из-за вот таких вот маленьких пятнышек каждый раз использовать различные средства вот например они сильно пенится потом это всю эту пену надо из ткани как-то вымывать это все очень долго такие вот мелкие пятна все меламиновой губкой и и Очень ему елочки и гномы понравились. Это вообще я купила в сдек. В сдек и озон поставить на стойки. Ванька достал их из пакета. Елка! Звезда! Красиво как! Очень красиво! Ходи на ножках хорошо. Да, ходи хорошо на ножках. Давай. Ваня на ножках. Молодец. Метелку не убрала. И на комоде еще не убралась. И банан! Ваня ножками, ножками ходи. На ужин у нас сегодня манты. Вы не представляете как они меня выручили вообще в течение недели и манты и пельмени которые я делала. По вашим советам я уже присмотрела себе форму для пельменей. Ну, мне вот прям нравится, когда в морозилке есть готовые уже полуфабрикаты, которые экономят время. Так как мной сегодня овладела уборкой и я большую часть дня, который провела дома, убиралась, приготовить ужин я не успела. Вот на выручку пришли манты. Зачем вообще ездила в фикс прайс? Ваня на воспитательнице попросила сделать поделку. Ну, не то чтобы попросила, она просто напомнила, что вот до такого-то числа принимают новогодние поделки. Тема, символ года, заяц, кролик, в общем, что-то в этом роде. Вот. И я пошла в фикс прайс как раз-таки подыскать что-нибудь подходящее. И я сейчас покажу, что именно я купила для поделки, а все остальное так за одно уши взяла. Вот этот сапожок. Мохнатые такие термостельки. Вот такой вот короб. Но он мне нужен не в качестве короба, а просто мне нужен материал вот этот вот. Там были с разными рисунками. Я выбрала пингвина. В общем, это войлок. Вот он мне и нужен. Стержни для клеевого пистолета. Такие вот нитки. Вату эту я взяла в магнит косметики. Я как раз еще забегала, там он рядом находится. За ваненными подгузниками зашла, и там вата была. А вот эти вот гномы и елочки. Елочки мне нужно в порядок привести, они немножко помятые. Я взяла для зоны из дека. На стойку поставить. По 150 рублей там такие елочки. Гномы, по-моему, тоже 150, если не ошибаюсь. Там гномы просто разные высоты. Были 20 сантиметров. Это вот как раз вот эти. И 29, они чуть подороже. Так, вот такая вот еще елка. Вот надо вот следы от клеевого пистолета убрать. Вот так немножко ее, форму ей придать. Ну, конфетки это также вазон из дек на стойку. И туда же завтра отвезу вот такие вот снежинки на окна. Девчонок попрошу, чтобы украсили окна. Вот такие вот 4 листа взяла. Одинаковые. Домой брать не стала, потому что Кирюша хотел, чтобы мы вместе съездили и выбрали для наших домашних окон украшения. Не стала расстраивать мальчишку. Ничего не брала, поэтому. В общем, в следующий раз. Сейчас сапожок мне нужно уменьшить и сделать так, чтобы он стоял. Поэтому сейчас я вот так вот вырежу. Подделка должна быть сантиметров 20, поэтому такой здоровый сапог мне не нужен. Вот, сейчас уменьшу. И вот здесь вот эту вот ленточку я пущу по передней части сапога. И подошву из нее же сделаю. Такая задумка. Пока вот что получается. Вот такой вот сапожок. Сверху еще будет вот такая вот штучка. Назад я ее пришью. Сейчас только подгоню по размеру. Ваня тут прям вот главный наблюдатель. Вот так пока получается. На дно я горох насыпала, чтобы сапог стоял устойчивый был для тяжести. И сейчас чем-нибудь заполню. Надо что-нибудь найти. Такое тряпочки какие-нибудь ненужные. Кстати, короб, смотрите, какой прикольный. Жаль, что мне его разрезать придется. 79, по-моему, что ли, рублей в экспрессе с разными картинками. Я тут смотрю Каневского. Показываю уже итог. Вот такой заяц получился. Вырезала все сама, без выкроек. Ну, просто вот как в голове было, так и делала. Голову прошила нитками, наполнила ватой. Немножко вот она такая выпуклая. Это стельки. Одна стелька у меня получилась. Ушла на эту поделку. Это все прикрепляла. Это глаза, кстати, от пингвина. Я просто их открепила. Прикрепляла все на клеевой пистолет. Это тоже на клеевой пистолет. Это вата. Фломастером ротик обозначила. Только надо голову прикрепить сейчас вот сюда. Здесь у меня всякие огрызки. Голову сейчас прикреплю тоже клеевым пистолетом вот к этой стенке. Вот такой зайтишка. Миленький. Он мне, знаете, кого напомнил? Заяц из Винни-Пуха, из советского мультфильма Винни-Пух. Ему бы еще очки. И убрать, если вот эти вот еще очки из ваты. Похож на него. Кстати, изначально я хотела мордочку вот такую вот сделать. Что-то подумала, больно какой-то напущенный заяц получится. Так, более милый вариант. Без такой мохнатой морды. Это первая поделка, где я использую в основном ткань разную. Обычно я использовала бумагу. То есть папье-маше. Это был любимый мой материал для поделок школьных и детсадовских. Ну вот что-то как-то вот решила я, что нужно что-то такое мягкое, миленькое сделать. Мне очень нравится. Если бы еще сюда, точно. Но мне жаль, конфет нет. Можно было бы туда не трепье вот это и не горох поместить, а конфетки. И тогда его не прикреплять, а просто убрать. И там конфеты. Может еще глазки обвести фломастером таким же. Да, наверное, сейчас глазки еще введу. И пару ресничек добавила. Все, надо оставить в покое. А то понесли сандали Митю. Начала тут уже и это добавлять, и это добавлять. Как бы не испортить.